МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком. В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Смотрите выпуски. Путин, помоги! Обманутые дольщики Барнаула, которые несколько лет ждут ключей от квартир, обратились за помощью к президенту. Взгляд в будущее. Почему генплан Барнаула смогут оценить не все барнаульцы? Я думаю, что это не такой широкий круг специалистов. Для потомков. Монумент, посвященный блокадному Ленинграду, открыли в Барнауле. Обманутые дольщики Барнаульской новостройки записали видеообращение к Владимиру Путину, где рассказали, что дом, в который они вложили средства три года назад, до сих пор не достроен. Многоэтажку на Ленина 195 должны были сдать еще два года назад, но застройщик не спешит исполнять обязанности по договору. Сам дом возведен, но не во всех квартирах установлены окна. Нет и внутренней отделки, рассказывают жители. По их словам, до февраля какие-то работы проводились, а затем стройку заморозили. А между тем, многим дольщикам приходится одновременно и платить ипотеку, и снимать жилье. А обманутым дольщикам не осталось ничего другого, как обратиться к главе государства. Добрый день, Владимир Владимирович. Обращаются к вам обманутые дольщики с Алтайского края города Барнаула. Мы уже обращались неоднократно в инспекции нашего края, в инспекцию, в госинспекцию по строительству неоднократно обращались, в прокуратуру местную, даже писали губернатору. Но местные власти помочь нам никак не могут. Поэтому мы хотим обратиться к вам. Отложили до начала июля. Сегодня в Центральном районном суде Барнаула рассматривали резонансное дело об издевательствах в элитном детском саду «Хэппи Бэби». Следствие установило, что воспитатели частного детского сада на протяжении долгого времени избивали и запирали своих воспитанников. В темном помещении накрывали их с головой одеялом. От противоправных действий пострадало 15 детей от 2 до 6 лет. Сегодня в зале Центрального суда предстали обвиняемые 4 воспитателя и заведующая. Это было первое слушание дела по существу. Следующее состоится 3 июля. Следственный комитет проведет доследственную проверку по факту незаконного наследования квартиры. Во вторник в эфире нашего телеканала вышел сюжет о скандале между риэлтором и соседями умершей бабушки. Причиной спора стала двухкомнатная квартира. За этой дверью жила 80-летняя женщина, которая по заверению завещанию оставила квартиру риэлтору Вере Лещенко. Соседи считают, что со старушкой обращались плохо и завещание она подписала под давлением. И якобы таким образом риэлтор унаследовала уже 5 квартир. Бывшая сиделка Ольга Сафонова намерена направить в прокуратуру и следственный комитет заявление, в котором предполагает, что в смерти пенсионерки виновна будущая владельца квартиры. К слову, на квартиру соседка не претендует. По данному сообщению, следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка, в ходе которой предстоит установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Сегодня в Барнауле открыли монумент, посвященный блокадному Ленинграду. И хотя блокада началась 8 сентября 1941-го, установили сейчас. Не стали дожидаться даты из-за погоды. Сейчас тепло и солнечно, осенью будут дожди. Заодно привели в порядок аллею, на которой вызвали памятник. Кирилл Политов подробнее. На Ленинградской улице, на Ленинградской аллее теперь будет стоять этот символ городу Ленинграду. В бетоне, металле и граните отпечатались метроном, разорванное кольцо и громкоговоритель. Своеобразные символы блокадного города. Так звук сирены раздался во время первой бомбежки. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Над монументом трудились всего пару месяцев. Настолько был эмоциональный порыв. Эскиз автор проекта Сергей Баженко набросал буквально за несколько минут. Образ уже был в голове, оставалось только воплотить на бумаге. Создавали, как говорится, всем миром. Поддержали бизнесмены, все части конструировались рабочими на заводах. Люди всей душой откликнулись на идею возведения этого монумента всей душой. И это говорит о том, что этот монумент станет центром духовного, душевного общения. Этот памятник будут люди беречь. 27 января 44-го – это их День Победы. Так говорят сами жители города на Неве о снятии блокады. 872 дня трагедии. Те, кто выжил и дожил до наших дней, собираются несколько раз в год, чтобы почтить память тех, кого уже нет. Теперь, говорят, у них будет еще одно место встречи. 8 сентября у нас День Памяти и Скорби, начало блокады Ленинграда. И мы теперь, ленинградцы, будем именно здесь делать поминания нашим родным, близким, солдатам погибшим. Здесь будет у нас проводиться мероприятие. Чисто и опрятно здесь, на Ленинградской аллее, было не всегда. Вот так сквер выглядел ровно два года назад. По периметру были разбросаны сотни засохших гвоздик, которые возложили горожане 9 мая, георгиевские ленточки. Территория, скорее, напоминала заброшенный огород. Такое отношение к памяти тогда, мягко говоря, возмутило барнаульцев. Теперь осталось добиться переезда магазина по продаже алкоголя, что открыт на Ленинградской улице, Ленинградской аллее, в паре метрах от символа блокадного Ленинграда. Вывеску уже победили. Кирилл Политов, Алексей Фризин. День с толком. Сквер Победы благоустроят в Рубцовске. Смета на 25 миллионов рублей направлена на ценовую экспертизу. Деньги планируют получить по программе «Комфортная городская среда». В администрации города рассчитывают, что все необходимые для начала работ процедуры пройдут до 1 июля. Сквер – популярное место отдыха у рубцовчан, но территория не ухожена. Планируется сделать хорошие дорожки, в том числе для велосипедистов, восстановить освещение, посадить новые деревья. В Барнауле в понедельник на общественное обсуждение выставят генеральный план города. Документы выложат на сайте администрации, а в качестве экспозиции генплан начнут показывать горожанам с 24 июня. Каждый сможет посмотреть выставочные документы, внести предложения и замечания. Проект традиционно вызывает неоднозначные оценки. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию одно из мнений почетного архитектора России. Александр Деринг давно следит за градостроительными решениями и защищает историческую архитектуру и парковые зоны города. Он полностью за обсуждение генерального плана с барнаульцами, только сомневается, смогут ли жители прочесть документы и карты, рассчитанные на специалистов. Генплан сам по себе – это большая работа, большой документ. Документ графический, прежде всего. Но это, я говорил об этом, это вообще технический документ, которым разбираться могут только, конечно, довольно узкие специалисты в этой области, эксперты, и таких людей в городе, ну, я не думаю, что их очень много. Я думаю, что их, наверное, может быть, несколько десятков, может быть, сотни человек. Я думаю, что это не такой широкий круг специалистов. Обычным людям, обычным горожанам, ну, едва ли генплан что-то такое расскажет, потому что он написан таким языком. Должен быть, наверное, идти диалог между, собственно, для кого это разрабатывается, да, для жителей, и разработчиками, и администрацией. Поэтому это очень важно, соучастие людей, граждан. Но как это сделать? Сделать очень просто. Просто нужно перевести, собственно, этот сложный технологический, технический документ в правильный, в нормальный, доступный для простых людей формы. Очень просто, что такое генплан, да, чтобы, в частности, можно сделать небольшую историю, да, как развивался Барнаул, вот, и что мы получим в результате принятия вот этого генплана. То есть это должно быть очень просто, доступная инфография, как сейчас говорят, да, должна быть. Какие-то крупные цифры, какие-то картинки, иллюстрирующие, понятные, да, что, да, здесь у нас будут новые дороги, здесь у нас будет столько-то зелени, здесь у нас будут парки, здесь у нас будет историческая зона, вот здесь мы планируем то-то, то-то, вот тут город планирует затратить на это такие-то деньги, да, какие-то коммуникации новые. То есть нужно все очень просто, доступно показать. Создать такой документ и разместить его на какой-то там несколькостраничный лендинг, да, в интернете, совершенно простая и несложная задача. Просто нужно сделать выборку, да, основных, главных моментов и выложить. Все, и все прекрасно будет. И тогда будет как раз и вопросов-то будет меньше, вот, и подозрений каких-то будет меньше, да, каких-то, может быть, даже уйдут какие-то, какая-то критика, потому что, в принципе, все будет понятно. Сегодня заслуженных работников культуры, образования, сельского хозяйства и медицины честовали в правительстве региона. 40 человек получили государственные и краевые награды, рассказывает Ирина Корчагина. Про таких людей говорят, что на них держится весь край. И правда, в зале ветерана строительной области операторы машинного доения, слесари-ремонтники, учителя, медики – все из разных районов региона. Награды тоже разные. Родительская слава, заслуги перед Отечеством, за честь и мужество. Для того, чтобы быть удостоенным такого уровня наград, необходимо, чтобы люди, с которыми вы вместе живете, работаете, вас выдвинули, дали свою оценку. Поэтому нужно пройти определенное и достаточно сложное сито. Евгений Королев – врач-хирург из Троицкого района. Сегодня он награжден за заслуги в труде. Правда, эта медаль должна была найти своего героя еще в апреле. Тогда Евгений не смог приехать в Барнаул. В больницу привезли пациента с перитонитом. Понадобилась срочная операция. Королев помог сохранить жизнь. И таких историй за 27 лет работы немало. На одном месте все, да. Как приехал в 93-м году врачом-хирургом-ординатором, через год стал заведующим и до сих пор работаю там. Государственные краевые награды сегодня получили 40 человек. И эти награды станут не просто поощрением за работу, но и мотивацией двигаться вперед. Ирина Корчегина, Николай Шелко. День с толком. В Павловском районе завершился День сибирского поля. В форуме участвовало около 300 компаний. АЕМ Холдинг предложил, пожалуй, самое необходимое для фермеров – автомобили. АЕМ Холдинг – единственный официальный дилер Toyota, Lexus, Volkswagen, Audi в Алтайском крае представил свои автомобили на дне сибирского поля. В автосалонах не задерживается ни один автомобиль, но популярнее всего Toyota Camry, Land Cruiser Prado, Lexus RX. В наличии в салонах более 200 автомобилей. Все они адаптированы под сибирские условия и доступны для тест-драйва. Основной момент, который сейчас выделяет нас – это строительство нового полноразмерного современного дилерского центра Toyota и Lexus. Он строится на Павловский тракт 164А, рядом с действующим салоном Audi и Lexus. Этот салон будет самым новым в Алтайском крае. Откроется новый автоцентр в начале 2020 года. Его площадь будет более 6000 квадратных метров. А пока покупатели ждут в автосалонах Барнаула на Попово 165 и Павловском тракте 164. А технику для профессиональных фермерских нужд представила компания Триал. На рынке она уже более 20 лет, у них есть машины под любую задачу. Подъемный кран, самосвал, пикап для техслужб или персонала – все это вы найдете в группе компаний Триал. Организация с 2008 года является официальным представителем марок Isuzu, Iveco, Jack, TCM, Nichio. На пике популярности сейчас – зерновоз бренда Isuzu. Это и понятно. Конкурентов в своей нише он не имеет, с обязанностями справляется на отлично и стоит доступно. Технику поставляем в кратчайшие сроки. Наша техника приносит максимальную прибыль клиентам. И, собственно говоря, мы осуществляем техническую поддержку для бесперебойного выхода на линию наших автомобилей. Качественный прицеп с учетом предпочтений клиента. В рамках Алтайского дня поля гостям и сельхозпроизводителям Сибири представили техническую новинку, которая отлично подойдет для грузоперевозок. Компания «Алтайкузов» совместно с заводом «Ставприцеп» занимается выпуском прицепов нового уровня. Профессионалам отличия от конкурентов видны даже невооруженным взглядом. Наши прицепы заметно отличаются своими параметрами. Длина от 5,5 до 6,5 метров. Высиленная подвеска и удлиненная рама создают уверенную устойчивость на дороге. Удобно и он, как говорится, железный, нормальный. Высокое качество наравне с доступной ценой от производителя. При этом компания готова создавать продукт по оригинальному заказу клиента. Например, самосвалы на шасси «КамАЗ». Как новых, так и с пробегом, с предоставлением гарантии. Со спальником, без спальника, установка двухсторонняя, трехсторонняя. Шасси по длине подбираем под клиента. То есть делаем все, что закажет клиент и под него исполняем сцепку. Машина получается на шасси БУ, прицеп новый. Еще одна новинка от компании, которую презентуют на Агрофоруме – оригинальные и удобные тракторные прицепы. Мы производим ремонт тракторных прицепов с монтажом нашего кузова увеличенного объема. К концу 2019 года планируем наладить выпуск новых автотракторных прицепов. Большой грузоподъемности. Всех, кто планирует выгодное техническое перевооружение, ждут в компании «Алтай Кузов». Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Эвалар». У меня к этому часу все новости. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok